Представитель русской мафии Александр Северов, известный в узких кругах под кличкой Саша Север, значительно отличается от своих братьев по криминальному миру. Его воровская философия идет вразрез с неписанными законами преступного мира. Несмотря на то, что титул вора с него официально снят, Север продолжает оставаться самым знаменитым вором в законе, чье слово – закон. Александр Северов был рожден на зоне. Его мать тогда мотала срок за очередное мошенничество. Вся семья Северова была криминальной, мать в общей сложности отсидела 44-го года. Отец – 27 лет, сестра – 22-го года сам Север провел за решеткой 29 лет. Его сыновья пошли по стопам именитого батя, оба отсидели по несколько раз. Слабость Саши Севера – азартные игры. За годы, проведенные в тюрьме, он стал отличным картежником. Север получил профессию каталой и в свое время сколотил на игорном бизнесе приличное состояние. Картежник мог одновременно вести несколько партий, и не было случая, чтобы он проиграл. Играл Саши в казино. Бесчисленные выигрыши позволили завсегда таю обитателю зоны воли вести праздную жизнь. Жена Галины и дети никогда не нуждались в деньгах. Знаменитым на всю страну Север стал благодаря своему товарищу Михаилу Кругу, который в своих песнях упоминал имя известного криминалитета. Песня Владимирской Централы вовсе написана в честь Севера. Интересно то, что сам вор в законе обладает неплохим поэтическим талантом. Шлягер «Осенний дождь» написан самим законником. А еще он писал для Стаса Белого, группы попутчик и группы ТАС. Северов был коронован в 1993 году во время отсидки во Владимирском Централе. Церемонию проводили влиятельные кутаиски авторитеты Реваза Цицешвили, Цицка, и Реваза Бухнякашвили, Пиццо, а также славянский вор в законе Сергей Бойцов, Боец. Вскоре Север и сам стал крестным отцом Александра Окунева, Огонек. По воровским законам законник может короновать несколько человек, но Север поступил иначе. Он принял в свою семью лишь Огонька, который по мнению Севера, был идейным и честным, что очень важно для вора в законе. На зоне Саша не отличался послушанием. Он часто отвечал агрессией, руганью в сторону тюремщиков, за что постоянно гостил в карцере. Лишенный солнечного света, Север начал иметь проблемы с глазами, они постоянно болели и слезились, поэтому он всегда носил темные очки. Во время срока, который он мотал в белом лебеде, Север чуть не умер от переохлаждения. В одну из зим в тюрьме отключили отопление и зеки жили при температуре в 5-6 градусов. Чтобы хоть как-то согреться, они постоянно отжимались, а потом мерзли еще больше. Для Севера та зима стала большим испытанием, которое он, впрочем, стойко выдержал. Многочисленные тюремные сроки не отразились на личной жизни Севера. Александр около 30 лет счастливо женат, имеет двоих сыновей. Со своей супругой Галиной он познакомился на зоне, куда она приехала с подругой на свиданку с приятелем. Север любит мудрых и умных людей. Галина – из таких. Кроме того, Саша и сам далеко не глуп. Он покорил девушку при первой встрече. Галина стойко выдержала все от ситки мужа. Вырастила детей и ни разу не дала повода для ревности. Север говорит, что на свободе его жена – это его лицо и честь. Север гордится собой и своим делом. Он утверждает, что он честный вор, который берет деньги у богатых, зажравшихся, награбивших миллионы, людей. Простой люд, которому есть нечего, он не трогает, ни по понятиям это. В 2014 году Севера раскороновали. Криминальные авторитеты долгое время точили зуб на Тверского Бомбилу за то, что тот нарушает воровские законы. Север и правда нарушал правила преступного мира, употреблял наркотики, выступал в судах против своих братьев. В многочисленных интервью подробно рассказывал о воровском мире. Саша Север зазнался, за что поплатился короной. Однако лишенный титула, он не лишился авторитета. Все так же к нему продолжает идти за советом и помощью не только законники, но и обычный люд. Посмел пойти на Севера его давний конкурент славянский мафиози Сергей Волков, он же Волчок. Долгое время законники делили Тверскую область, но против авторитета Севера никто из криминалитетов пойти не мог, поэтому Волчку пришлось несколько лет отсиживаться в Краснодаре, пока Север крышевал в Твери. Волчок все ждал подходящего момента, чтобы свергнуть Севера с пьедестала. Именно он в 2014 году организовал сходку и потребовал, чтобы с Севера сняли воровские полномочия и перестали считать вором в законе. Теперь он негласный правитель преступного мира Твери. Саша Север за свою жизнь не убил ни одного человека. Его позиция такова, что любой человек имеет право на жизнь. Север имеет 10 судимостей по статьям, разбои, грабежи, кражи, побои и хулиганства. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok